И куда же эта чистая душа идёт? Она идёт в чистоту. Она идёт в чистоту, не в комфортную жизнь, не в хорошую работу, в зарплату. Это всё временно очень. Всё временно. Несколько десятков лет, и это всё заканчивается. Если бы видели психику тех, кто уходит из жизни, я чувствую тонкое тело, я наблюдаю за теми, кто уходит из жизни, многие из них вообще не поняли, в чём дело. Вроде бы я и не живой, и не мёртвый. Потому что в этом теле мы всю жизнь не проживём. Мы здесь создаём какую-то судьбу, а потом дальше получаем по этой судьбе, дальше следующую жизнь. Дальше жизнь идёт. Но если человек прожил правильно жизнь, он ликует, когда он уходит из жизни. Ликует. Радуется сердцем. Счастлив. Я видел это в своей жизни. Мне Бог показывал. Одна женщина провожала своего мужа, другой мир. Он всю жизнь в молитве жил. Возвышенная душа. И когда уже совсем у него болезнь его полностью сковала, он лежал, и создался для него звонок по телефону. Он говорит, да дай мне мобильник, мне кто-то звонит. Она говорит, да никто не звонит, мобильник не звенит. Он говорит, да, я знаю, мне звонят. Она ему дала, он берёт, алло, и ему звонит духовный учитель. И он говорит, завтра готовься, завтра ты уйдёшь ко мне. Вот в это время готовься, ни те не надо, ни спал. Он говорит, посмотри, какая красота вдруг появилась вокруг. Она говорит, да никакой красоты. Он говорит, да посмотри в окно, какая красота. Она посмотрела в окно, и когда назад застыл восторг, счастье, радость навечно. Ни страх, ни счастье, отчаяние и страдания, восторг, счастье, радость и победа застыла на этом лице. Я несколько раз в жизни видел такие лица. И когда я их увидел, я понял, для чего человек должен жить. На этом лице было запечатлено цель человеческой жизни. От чистоты в детстве в чистоту человек должен уйти. Не в богатство, успех, славу, величие, в чистоту. Означает отношение со святостью, является главным в жизни. Маленький шаг в этом направлении даёт человеку большую пользу. Причём на этом пути много опасностей. Например, одна из опасностей, это когда этим чувством, желанием человека идти в чистоту пользуются нехорошие люди, считая, говорящие, что они наставники, что у них духовная традиция веры. Они людей призывают в свою веру и при этом говорят им, вы бросьте семью, а семья как раз и является тем, что Бог создал для того, чтобы человек жил. Бросьте семью, говорят, дайте деньги нам все свои и вообще забудьте все, кроме нас. Всё остальное не важно, только я важно или мы важны. Вот это вот мошенники. есть признаки правильного пути духовного. Первый признак. Правильный путь всегда связан с каким-то священным писанием, которое проверено временем. Время — это не пять лет, это тысячи лет. Хотя бы пятьсот лет. Несколько тысяч лет — хорошо. Священное Писание должно быть проверено временем. Второй признак. Оно даёт много-много святых людей. В соприкосновении с этим священным писанием становится много-много святых людей. Третий признак. Существует традиция, чёткая, твёрдая традиция определённая, в которой есть каноны, правила и так далее. Зачем это надо? Это нужно для того, чтобы человек получал образование. Духовное образование самое сложное. Оно должно уверяться веками. И поэтому традиции нужны именно канонические, твёрдые, правильные традиции. Хоть они и трудные. Там много ограничений, запретов. Человек скажет, зачем мне? Давайте мне какую-нибудь традицию, в которой нет никаких запретов, ограничений, какую-нибудь новенькую, где попроще всё. Вот это опасно, так мыслить. Теперь какая традиция? Если у человека есть какая-то традиция, культура, он говорит, я вот такой-то человек, всё, ничего не надо менять, у тебя уже всё есть, оставайся там, где есть, никуда не прыгай. Человек не должен менять в жизни без сильно какой-то глубокого повода свою семью, свою веру, свою страну. Вот эти вещи не надо менять, это опасно. Потому что семья человеку дана Богом, вера тоже дана Богом, человек рождается в какой-то вере, допустим, живёт, это Богом дано, зачем что-то менять? Вот это твоё, всё, развивайся там. Страна тоже, люди думают, там где-то вот за горизонтом лучше. Там только внешне лучше. Человеку очень трудно привыкнуть к чужой культуре, к чужому характеру людей, они только внешне лучше кажутся, там очень много подводных камней везде. Нигде не бывает лучше людей. Везде есть, бывают люди, только другие. Другие означают не такие, как я, означают мне будет тяжелее. Такие, как я, сначала тяжело, потом легко. Такие, как не я, может вообще никогда легко не быть. Человек уезжает, допустим, на запад, а там чувствует, что нет близости в отношении. Они там живут, говорят, а у нас нормально, всё близко, а ему недалеко, потому что он другой. Уезжает на восток, там ещё хуже, все какие-то слишком эмоциональные, что-то от тебя хотят всё время, замучивают, нет спокойствия в жизни. Человек думает, куда же мне теперь податься назад, где жил, зачем-то Бог нас поселил здесь. В детстве человек чувствует, что ему надо от жизни, потом забывает. Надо вспомнить своё детство, чего ты хотел от жизни. Ты же не хотел просто так жить, хотел какого-то глубокого смысла, каждый человек. Каждый человек